Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровый образ жизни в удовольствии. Сегодня мы с вами говорим про костный бульон, такие ли у него классные полезные свойства, лечит ли он что-либо, предотвращает ли он какие-либо заболевания, разбираемся в его составе. Итак, поехали! Начну с того, что крупных исследований, доказывающих эффективность костного бульона для лечения, профилактики различных заболеваний на сегодняшний день нет. Костный бульон не вреден и не полезен. Это обычный продукт, обладающий КБЖУ, то есть имеющий свою калорийность, имеющий свой набор жиров, белков и немножечко там есть углеводов, и имеющий свой определенный витаминно-минеральный состав. Нет никакого доказанного и исследованного волшебного механизма, по которому костный бульон профилактирует и лечит какие-то заболевания. Вот люди очень часто ищут какую-то волшебную таблетку, и одной из таких волшебных таблеток последнего времени, наверное, последних двух лет является костный бульон. Но на самом деле не нужно возводить на пьедестал какие-то продукты, и не нужно демонизировать, наоборот, бояться каких-то продуктов. Нужно смотреть на продукты с точки зрения КБЖУ состава нутритивной ценности и делать выводы. И вот в нутритивном составе костного бульона никаких волшебных веществ нет, которые бы пункт и преображали бы всю жизнь человека, делая ее здоровой и прекрасной. Один продукт никогда не даст какого-то масштабного эффекта, если у вас он не включен в систему вашего здорового питания. То есть костный бульон это просто продукт, и сколько вам его употреблять, зависит от ваших целей, вашей физической активности, вашего образа жизни и целесообразности введения данного продукта в рацион, исходя из его характеристик, которые мы ниже рассмотрим, именно для вас. Костный бульон обычно готовят в течение длительного времени, это около 48 часов, варят кости, связки, хрящи, различные субпродукты, говядины, курицы, свинины и так далее. И получают вот такой вот бульон. По своему составу на 50% аминокислоты костного бульона состоят из пролина, глицина и гидроксипролина. Это аминокислоты, которые входят в состав коллагена. Данные аминокислоты для нашего организма не являются незаменимыми. Они могут в организме синтезироваться. Как раз волшебным свойством, а-ля волшебным свойством костного бульона является его прекрасное действие на кожу, волосы, ногти и улучшение поступления белка. Но если посмотреть на кабыжу костного бульона, белка в нем достаточно мало и намного приоритетнее съесть полноценный белок. То есть твердый источник полноценного белка это птица, рыба, мясо, как раз морепродукты, яйца, сыры и так далее. Аминокислотный состав костного бульона оставляет желать лучшего, потому что 50% примерно из всех аминокислот составляют аминокислоты, которые наш организм и так может синтезировать. И на самом деле мы можем более оптимально на эту калорийность или на этот объем, а ведь по объему это костный бульон в желудке занимает достаточно большое место. И вот на этот объем можно съесть по объему кусок белка, в котором содержание именно незаменимых аминокислот, в том числе БЦА, валин, лейцин, изолейцин, фенилланин, трептофан, метионин и другие важные аминокислоты, которые должны поступать у нас в питание каждый день, вот там они есть. Но почему же когда люди начинают пить костный бульон, они сразу замечают прекрасные эффекты, у них разглаживается кожа лица, улучшаются там волосы, ногти, может быть какое-то еще самочувствие улучшается и так далее. Во-первых, обычно человек потребляет достаточно мало белка, то есть он не набирает свою норму. И вот этим достаточно большим, огромным вдруг, да, введением в свой рацион костного бульона, человек просто поднимает себе количество аминокислот, которые к нему поступают в организм. И соответственно он хотя бы, может быть, приближается к своей норме белка, которая соответствует его образу жизни и физической активности. Второе, эффект плацебо, ну никто не отменял. То же самое, что и шоколад, тоже когда мы едим после того, как мы употребляем дольку шоколада, а некоторые целую шоколадку, вдруг настроение улучшается. То, что мы ждем от продукта, то мы и получаем. Если мы продукт начинаем воспринимать как какое-то волшебное средство, мы точно получим часть вот этого эффекта, потому что мы просто ожидаем его получить от этого продукта. Любой белок, который поступает у нас в организм, подвергается действию пищеварительных ферментов, пептидаз. От белка отщепляются концевые части, он расщепляется в серединочке и все-все-все связи рвутся. И в конце концов в организм поступает определенный набор аминокислот. А там уже организм из этого набора синтезирует те вещества, которые ему в данный момент нужны. То есть, если вы выпили костный бульон, вообще не факт, что синтезируются связки, хрящи и так далее. Коллаген, как белок соединительной ткани и имеющий неполноценную аминокислотную структуру, он проигрывает по своей аминокислотной ценности с белком мышц. Поэтому, все-таки, для оптимального питания, как приоритетный источник белка, я рекомендую белки мышц. Это, как я уже сказала, птица, рыба, мясо и так далее. То есть, человек пьет вот эту водичку с небольшим количеством аминокислот, на самом деле белка там вообще мало в костном бульоне. Витаминов и минералов в бульоне практически нет. Где они есть? Витамины и минералы есть в твердых продуктах, в белке мышц. При этом, если вам просто нравится бульон, если вам нравится именно костный бульон, вы можете вводить его в свой рацион согласно вашей физической активности и согласно вашему образу жизни. Соответственно, понимая, что этот продукт не вредный, не полезный и не обладает какими-то волшебными свойствами. Очень часто костный бульон употребляется вместе с хлебом. Хлеб это нутритивно-бедный продукт. То есть, получается, что достаточно нутритивно-бедный костный бульон употребляется с нутритивно-бедным продуктом хлебом. Любой хлеб сделан из муки. Мука это продукт нутритивно-бедный. И человек просто, можно сказать, набивает себе объем в желудке нутритивно-бедными продуктами, не получая витаминов, минералов, антиоксидантов и различных незаменимых элементов питания. Незаменимые элементы питания должны в организм поступать каждый день. Это незаменимые аминокислоты, ни в хлебе, ни в костном бульоне их нет, или их очень-очень мало. Это омега-3 жирные кислоты, и вот как раз в костном бульоне тоже их нет, там что такое? Насыщенные жиры, да, в приоритете, и в хлебе, конечно, их нет. И намного приоритетнее бы было вместо вот этих вот 250 мл костного бульона съесть 250 г жирной рыбы, форели, лосося, скумбрии, кеты, горбуши и так далее. И оттуда вы получите и полноценный набор аминокислот, оттуда вы получите астоксантин, прекрасный антиоксидант, оттуда вы получите белок, богатый всем незаменимым набором аминокислот, который прекрасно усваивается и пойдет на строительство, в том числе, вашей кожи, волос, ногтей, мышц и так далее. Оттуда вы получите набор витаминов группы В, оттуда вы получите в том числе и витамин Д, ну, то есть здесь видно, что продукт более оптимальный для ежедневного рациона. Итак, давайте сделаем вывод. Костный бульон не лечит и не профилактирует никакие заболевания, он не является супер-пупер-мега-супер-фудом. Нужно смотреть на вещи с точки зрения биохимического состава и оценивать их с точки зрения КБЖУ и реальной нутритивной ценности, которая в реальности достаточно низкая. И вот подумайте на калорийность, которую сейчас занимает в вашем рационе костный бульон. Что вы можете съесть более нутритивно богато? Я вам подскажу. Это цельный кусочек мяса рыбы-птицы и это какая-то цельная крупа. Ну, сделайте себе бедрышки отварные куриные с гречкой и будет вам просто огромная нутритивная ценность. Большое поступление, высокая витамина в группы В и здесь магний, натрий, кальций, калий, различные витамины, минералы. Длительная сытость за счет того, что вы едите твердые продукты и полный набор аминокислот. Или можете заменить кусочек бедрышка форелью, семгой и сюда присоединится также набор омега-3 жирных кислот. И вы получите и козапентаеновую, и докозагексоеновую жирные кислоты, которые у нас в организме не синтезируются. И из животных продуктов, например, из жирной рыбы, они как раз у нас в организм приходят. И это как раз незаменимый элемент питания, который должен в наш организм поступать каждый день. Насчет костного бульона вообще нет исследований высокой степени доказательности. Нет исследований, которые подтверждают то, что костный бульон лечит связки хрящей и так далее. И, кстати, внизу у меня есть еще одно исследование, которое доказывает то, что также добавки глюкозамина и хондроитина не лечат артрит, остеохондроз, и не сужают вот эту суставную щель. То есть эффект глюкозамина и хондроитина по сравнению с эффектом плацебо сравнивали в двух группах, участвовали 3803 пациента, было проведено 10 различных клинических испытаний. И вот во всех этих клинических испытаниях было доказано, что по сравнению с плацебо, глюкозамин, хондроитин и их комбинации не уменьшают боль в суставах и не влияют на сужение суставной щели. Ну, то есть это больше, конечно, вера в лучшее, вера в чудо и плюс, вместе с этими веществами часто человек начинает употреблять коллаген, желатин, то есть он хотя бы начинает потреблять норму белка на вот своей нижней планочке. Как рассчитать свою норму белка, у меня есть отдельное видео, это на самом деле очень важно, потому что белок это строительный материал всего нашего тела, и можно сказать, что практически весь человек это ходячий белок, мы стоим из белка. Поэтому нужно быть таким вот классным поставщиком кирпичиков, аминокислот, белка, которые каждый день мы поставляем в свой организм. Ссылочка на то, как рассчитать себе количество белка согласно вашей физической активности у меня внизу. С вами была Мария Сафина, нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Формируйте ваше питание грамотно и всегда смотрите не только на различные мифы и легенды, не верьте на слово, а смотрите на нутритивный состав продукта. Пока-пока!